Привет, сегодня у нас очень интересный эксперимент. Мы испробуем в работе карту GTX 1080 и процессор Ryzen 5 2400G. Вся фишка в том, что данная карта в новом состоянии в 4 раза дороже такого нового процессора. Чего? Вот почему она была взята БУ. Будет ли узким местом в таком случае процессор и на сколько? Есть ли смысл покупать такую карту к такому процу? Если, например, я собрал сначала ПК без карты, по бюджету, а потом докупил БУ карту. Поехали! Конкретно на сборке мы не будем останавливаться. Все комплектующие я опишу в описании, кому интересно, смотрите там. Сначала я думал поставить 1070. Ее цена на ЛАИКС, это аналог Авито, кто не в курсе, минимум за который удалось найти 6-6500 гривен. Это 223 доллара или 14400 рублей. Потом решил, что отрыв от 1060 для эксперимента должен быть более существенным. И по приколу посмотрел еще 1080, тут цены, конечно, уже ощутимо выше. В районе 8600 гривен или 20700 рублей. И попадались, кстати, мошенники. Типа новая 1080, запакованная за 6500 гривен. И мол, звоните, так как тут не бывает. Доставка из ЛАИКС, конечно же, купить нельзя. Кто не в курсе, то чаще всего эта петушня сидит на зоне и разводит людей. Ищет лохов, требуя предоплату или даже полную оплату. И чтобы вам было нагляднее, я специально позвонил по одному из таких номеров. Типа новая, абсолютно рабочая, в полном порядке. 1080, да? Да. 400 цена, да? Да. Я думаю, а как там передоплата вам, чи без передоплата? А вы из какого города? Из Белой Церкви. Ну, могу почтой вешать. Ривен 200-300 залога встанаю на почте. Если все, что могу доставку, могу оплатить полно. Я хочу, чтобы вы без передоплаты меня отправили. Доставка из ЛАИКС, а было наложенным платежем. 200 гривен вперед встанаю на почте. По-другому не висело. Потому что ты мошенник. Вот че ты. И твой папа, я сказал еще. Потому что таких педрил, разводящих людей, зачинают в пьяном угаре только гангоны, которые не воспитывают своих детей. Ведь яблоко от яблонин недалеко падает. Биомусор, короче. Там за решетку угодил петух. При покупке бэушной видяхи правило номер один. Ни в коем случае никакой предоплаты за доставку там и так далее. Позже скажу остальные условия удачной покупки. В общем нашел я вариант за 7500 гривен с доставкой. Это 18000 рублей. Ну а что же нового можно купить за эти деньги? Сейчас глянем. Облегчив задачу нам Е-каталог. Тут есть удобная фича подбора товара по цене в магазинах страны или региона. Будь то Украина или Россия. Вводим видеокарты от 7 до 7500 гривен. И что мы видим? Тут у нас GTX 1060 на 3 гигабайта, на 6 гигабайт. RX 580 на 8 гигабайт. И на 4 гигабайт. Ну и так далее. Если 1080 бу можно взять за 7500 гривен. Причем ROG Strix. То лично я предпочел ее. Карта была протестирована продавцом на видео. С демонстрацией серийного номера. Что вселяло некий оптимизм. Также на нее по заверению продавца действует гарантия до 2020 года. Что конечно тоже вселяет оптимизм. Значит второй залог удачной покупки. Это покупка карты без следов вскрытия в своем городе с тестами. У вас или продавца. Что и с лучшим вариантом. А если с другого города и карта не дешевая. То лучший вариант это наличие остаточной гарантии. А также проверка карты в работе на видео. С демонстрацией серийного номера. Простите. Если продавец хочет продать, а не развести. Это не трудно сделать. В общем рискнул я. Заказал 1080. Получил. Распаковал на почте со съемкой на телефон. Чтобы показать вам. Огромная коробка. Раз. Запакована как новая. Потом коробка самой карты. Два. Потом еще одна коробка в коробке. Три. Сверху тут драйвера и макулатура. И нетронутые стяжки с переходником даже. Дальше сама карта. Номер совпадает с тем, что на видео было. И гарантийка с таким же номером тоже на месте. Смотрю, что работала она усердно. И немного пыли и мусора собрала. Но это конечно поправимо. У меня комп чистый. Потом у карта должна быть такой же. Сразу хочу достать из ПК похожую 1060 на 6 гигабайт. Мне она настолько понравилась, что решил брать такую же 1080. Именно ROG Strix. В сравнении то 1080 конечно потолще. Блин, а места то не так уж и много. Зато внушительный радиатор. Я предполагаю, что не зря. Карта должна быть горячее. Тут уже не 8 пин, как на 1060, а 8 плюс 6. Есть у этих карт отличная фича. Вот эти разъемы у них для подключения парочки кулеров. В обзоре 1060 после майнинга я подключал один вентилятор. И он включался не часто, ведь карта очень холодная. Тут я думаю нужен еще один на всякий случай для симметрии. Я люблю тишину. А они простаивают без нагрузки. Дальше посмотрим, будет ли карта их включать. Ну что же, поставил я карточку, новые драйвера, поставил приложение Aura для управления подсветкой. И теперь все цвета радуги. Но я думаю можно сделать чисто черно-оранжевый сетап. Ну это такое. Пусть веселит глаз, но главное не на столе. За счет толщины видях и пространства для забора воздуха вентиляторами не так много. Я думаю все же правильно, что стоят два кулера на вду, подключенные к карте на всякий пожарный. И первым делом фурмарк. Включаю стресс-тест и температура начинает расти. Я решил снять то, как запустится и запустится ли вообще наши кулера на вду. И да, они запустились примерно после 65 градусов. Причем карта регулирует обороты в зависимости от температуры. Также потом отключает их вообще, что для меня идеально, ведь сборка очень тихая, как я люблю. В общем 10 минут и у нас от 69 до 71 градуса. Думаю на градусов 5-6 без вдува было бы выше. Плюс нужно учитывать, что это OC версия со слегка поднятыми рабочими частотами процессора. Сразу протестирую в том, что в первую очередь мне нужно. Рендер видео. Тяжелый ролик снят в 4К 100 мегабит с выводом Full HD, с светокоррекцией и тяжелыми эффектами. 1060 справилась за 13 минут 9 секунд. 1080 за 12 минут 24 секунды. Тут конечно все упирается в проц, и то 1080 лучше себя проявило. И с более мощным процем разница я думаю была бы более существенна, потому есть смысл в ней. А теперь игры, куда ж без них. Походу мы таки сравним результат с 1060. Начнем с убийц. Убийц малопроизводительных ПК и как следствие нервных клеток. Assassin's Creed Origins. Встроенный бенчмарк. Этот проц и карта 1060 показывали нам стабильную производительность и 61 фпс в среднем. 1080 показывает уже 66 фпс в среднем и очень высокую производительность. Сама игра с 1080 напомню Full HD. Специально выбрал загруженную локацию, город, куча людей. И как прям видно, что игра требовательная в плане процессора. Все 4 ядра и 8 потоков нагружены под 100%. Тем не менее, видяха временами не догружена к 100%. И у нас тут более 50 фпс постоянно и играть вполне комфортно. 1060. Настройки как и в предыдущий раз самые высокие. Видим, что проц тоже под 100 грузится, но и карта тоже больше нагружена чем 1080. Тем не менее, фпс ниже. И даже бывали просадки до 28. Тут лучше все же ставить высокие или средние настройки графики. Но и так поиграть можно. А карта очень холодная при этом. Ну давайте сразу Assassin's Creed Odyssey продолжим. Графически тяжелая, свежая и не для слабых ПК. Что показывает тест производительности. 51 кадр в среднем. Посмотрим же в игре. Графика на ультра конечно. И она тут то что нужно. Но опять отчетливо видно, что эта игра очень любит загрузить процессор по полной. А нагрузка на карту прыгает от 71 до 95%. И статоры иногда все таки проскакивают. Но в целом играть можно вполне. Хотя я уверен, что был бы мощнее проц, хотя бы плюс еще 2 ядра. В виде какого-нибудь Ryzen 5 2600 например. Фпс был бы выше. 1060 на 6 гигабайт та же локация. На ультрах здесь 35 и ниже 30 тоже бывает. Значит что все же лучше снизить настройки до высоких. Тогда будет комфортнее. Ситуация схожа с предыдущим вариантом. А карточка уже более загружена чем 1080. Кстати новую 1080 брать смысла нет. Так как есть практически за те же деньги чуть более производительная свежая 2070. Ладно к делу. Для тех кто в танке напомню это 1080 плюс Ryzen 5 2400G. Который работал на встроенной видяшке. А теперь мы нашли на LX бушную 1080 за вменяемый ценник. Видим более 100 фпс и хорошую ровную линию фрейм тайм. Но этого мало. Захожу в настройки и выставляю разрешение текстур на 200. Моментально картинка встает намного четче. Звонче и прозрачнее. Вот теперь тут графонище. Намного приятнее. Мыла нет если сравнивать со 100%. Ради интереса после просмотра данного ролика. Выставьте у кого есть возможность то же самое на ультрах. Разрешение 200. И напишите как идет у вас эта игрушка. Видно что карте тяжело. Трудится под 100%. А проц уже не так. Тут уже конкретное отличие от двух предыдущих процессорозависимых игр. Что же нам покажет 1060 на ультрах в этой же локации. Ну так поменьше конечно на 30-40 фпс. Но играть вполне можно и очень легко. Но не тут то было. Идем в шкалу разрешения и ставим 200. И играть уже не комфортно. У нас тут стабильно ниже 30 фпс. Даже с просадками до 22. Карта тоже работает на пределе возможностей. Прост же не сильно перетружен. Разница между 1060 и 1080 очень ощутима можно сказать. Давайте ка глянем Doom. Конечно же это довольно легкая игра. В том числе для 1060. На которой мы прямо сейчас играем. Процессор грузится в основном на 50 и ниже процентов. Запас есть. Карта если отключить вертикальную синхронизацию грузится ближе к 100%. И мы мочим монстров со скоростью в районе 100 и выше кадров. Что конечно за глаза как говорят. Вот жаль что монитор у меня 60 герц. Теперь 1080 в этой же локации. И если в 1060 случаются просадки до 80 кадров. То тут не ниже 100 всегда. Но карта тут не работает на полную. Как и процессор. Это уже дело оптимизации скорее всего. Far Cry 5. На 1060 в динамичных сценах 55-60 кадров. С просадками до 44. В 1080 результат чуть получше. Но не на много как видим. На самых ультра настройках. Причем карта работает лишь на 60% и ниже. Вот вам и оптимизация опять. Ведьмак. 1080. Настройки все что можно на ультрах. В том числе эффекты волос у Геральда. В районе 80 кадров. Карта загружена на полную. Процессор иногда приближается к 100%. Сейчас мы замочим этого гуся. Или как там его гуля. И иногда слоем просадки до 60 кадров. Если отключить эффекты волос. И скакать навстречу вечернему солнцу. То можно получать 100 и выше кадров. На ультра настройках. Как видим особых проблем у 1080. И нашего райзена с этой игрой нет. Кроме мелких статоров иногда. Если на 1060 у нас запредельные настройки. И включены эффекты волос. По дефолту. То получаем в районе 40 кадров. Если же отключить волосы. То получаем плюс 10-15 кадров. Watch Dogs 2. На ультра пресете графики. 1080 позволит поиграть. На 67 кадрах и выше. При этом карта нагружена полностью. Да и процессор тоже серьезно в деле. А на других локациях. Еще больше будет загружен. Но как видно некий запас. Чтобы поиграть в эту нелегкую игрушку. Есть. На 1060 тоже можно спокойно играть. Но тут желательно уже не ультра. А просто высокие. Так как на ультрах видим 40 кадров на этой локации. При желании можно и на ультра конечно играть. Но все же удобнее на средних или высоких. World of Tanks можно легко нарезать при 100 кадрах на карте 1060. Игра у нас не самая требовательная. И хорошо оптимизирована под слабые системы в том числе. Карта загружена под 100%. Процессор же отдыхает. На 1080 у нас на 30-40 кадров выше. И разница так чувствуется. При этом карта тоже загружена под 100%. Battlefield 5. 1080. Ультра настройки. И у нас 90 кадров в среднем. В зависимости от локации. Вот тут на другой, где меньше элементов. Сейчас у нас до 120 доходит. Но как и в Battlefield 1, можем выставить разрешение 200. Какая же крутая и реалистичная графика встает. И главное с играбельным FPS. Карта греется до 74. Но тут я пробовал отключить вентиляторы на вдув. Результат видим. На 1060, 50 и выше кадров на ультрах. Играбельно вполне. Но тут мы выставляем разрешение 200. И пожалуйста, имеем киношную графику а-ля ниже 30 кадров. Даже 18 кадров видел, так что на этих настройках неиграбельно. В общем, какой у нас сегодня вывод. Что реально прирост ощущается. Даже с 4-ядерным 8-поточным Ryzen 5 2400G. Со встроенной графикой. Он ведет себя довольно-таки достойно. Давайте-ка подсчитаем, сколько же обойдется данная сборка. Если покупать все новое, кроме карты. Все же думаю, что к этому процу более целесообразно ставить 1070 или 1070 Ti. Вот это уже идеальная сборка в плане цены производительности. Так что если вы брали данный проц без видяхи, а потом решили добавить 1070, это будет то, что нужно. 1080, конечно, тоже. С запасом на будущее. Вы сами все видели. А если покупать все с нуля, то тогда самый отличный вариант это Ryzen 5 2600. Ну или хотя бы Ryzen 5 1600X или 1600 на крайний случай. И BU 1080. Ну или 2070 уже. Только повторюсь, покупайте BU в видяху, это на свой страх и риск. И это видео не есть призывом к действию, а покупать желательно в своем городе с проверкой. Было полезно это видео, ставьте лайк, подписывайтесь и до новых встреч, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok